Мужчины в офицерских мундирах, дамы в бальных платьях, под завораживающие звуки вальса, вошли в Большой зал Брестского краеведческого музея. На минуту показалось, что современники Александра Грибоедова, герои его произведений из далекого времени, перенеслись сюда. На глазах зрителей развернулось настоящее представление. Участники постановки постарались воссоздать фрагменты биографии русского писателя Александра Сергеевича Грибоедова, связанные со службой в Брест-Литовске, а также историю его любви с грузинской красавицей Ниной Чавчавадзе, которая, как известно, имела трагический конец. История красивая, история трагическая, история, которая восхищает людей, потому что красивые чувства, несмотря на огромную разницу в возрасте, 20 лет, брак по любви, к сожалению, очень короткий, 5 месяцев, и дальше 28 лет траура. Ниной Александровной восхищались, Нину Александровну боготворили, а она боготворила мужа. И до конца своих дней она не сняла черное платье, и до конца своих дней она стала сверна своему первому и единственному чувству любви. Именно об этом сегодня пойдет речь, именно об этом мы хотим поговорить с юношами, с девушками. Организатором литературно-музыкальной постановки выступило Брестское отделение Республиканского общественного объединения «Русское общество». Для участия в мероприятии были также привлечены ребята, учащиеся 10-х класса 18-й средней школы. Они уже успели ознакомиться с биографией и творчеством автора в рамках учебной программы. Однако, готовясь к встрече, почерпнули для себя много чего нового и полезного, чем с удовольствием поделились с гостями мероприятия, своими сверстниками и людьми более старшего поколения. В школе мы уже раньше знакомились с романом Грибоедова, нам было очень интересно. Сегодня я решила поучаствовать в этом мероприятии. Я сегодня буду играть роль Нины, я буду сегодня писать письмо Грибоедову и представлять ее в трауре. Я понял, что он разносторонний и задевает какие-то там темы, и его интересно читать. Мероприятие, приуроченное к 225-летию Александра Грибоедова, стало поводом обратиться к русской классике, вспомнить дворянские традиции, окунуться в историю, увидеть, как в те далекие времена общались люди, как посредством писем передавали свои чувства и эмоции. Для многих пришедших гостей встреча еще и дала возможность открыть для себя с новой стороны такого великого писателя, мастера слова, как Александр Грибоедов. О Грибоедове можно говорить много, он очень разносторонний человек, и в каком бы направлении Негова ни взять его деятельность, везде звучит слово «первый». Выдающийся первый дипломат, один из первых русских дипломатов, автор Туркманчайского мира, его знаменитые вальсы, тоже одни из первых мажорных вальсов, написанных в России. Первая реалистическая комедия «Горе от ума», которая считается вечной комедией, она живет сейчас, и она интересна, самое главное, ее герой, узнаваемый в настоящее время. Обращаясь к литературе, помимо получения удовольствия, можно найти для себя ответы на многие интересующие вопросы. Ведь, как когда-то сказал Максим Горький, ее цель – помогать человеку понимать самого себя, поднять его веру в себя и развивать в нем стремление к истине. Продолжение следует...